По крайней мере, вот по 36-ти сыгранным минутам в третьем матче серии Йокерита и Сочи. По-моему, Хлопотову опять попало, но игра не остановлена. Бросок поворотом, и это ошибка Константина Барулива, и Йокерит выходит вперед снова. Плотненький бросок, это что мы говорили, да, что не такая простая задача, когда бросок идет сильный. Бросающий сильный, да и бросок не слабый. Да, две таких попытки было в исполнении хоккеистов в Сочи, и там Карри Рама справился, а здесь Марко Антела ничего не стал выдумывать. Зашел в зону, посмотрел направо-налево, партнеров для передач нет, и приложился, приложился хорошо. Сейчас посмотрим, судьи обсуждают эпизод, который был в зоне Йокерита с Вадимом Хлопотовым. Но попали ему клюшки в единоборстве. Ну так это не игра в эскапоне-то клюшки? В единоборстве где-то. То есть да, досталось, но игры в эскапоне-то клюшки не было. Удар соперника клюшки, ну может и можно разглядеть, но тоже как бы специально искать нарушения там, где нету грубости. И нету грубости, тоже специально искать особого смысла-то не имеет. В единоборстве находился Андерсон с Хлопотовым, и как бы досталось, но с другой стороны, хоккей, игра, где есть ворота, борта, клюшки, повреждения. Но... Спасибо.